Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как это классно. Ты тоже. Погнали. Тут холодно. Давай в машину. Погнали ко мне. Приветствую. Здорово. Привет. Можете мне объяснить? Что это такое? Это наши рапорты об увольнении. Я вижу, не слепой пока. Вот скажи мне, вот ты на хрена ты его подал, а? Товарищ подполковник, я хочу дальше развивать отношения с Аллой. Но при совместной работе это невозможно. А на работе это и не нужно. А ты подал рапорт в отместку ему. Из-за вредности. Присаживайтесь, любимые. Вот что я вам скажу, ребятки. Во-первых, по закону нужно отработать две недели. Вы у меня эти две недели так пахать будете. До посинения. А потом я вас сейчас отпустить не могу. Убийства женщины. Множественные. На живые. Вот так. Маньяк. Типун тебе на язык. Фото трупа уже в сети. Понятно. И теперь СМИ вовсю трубят о маньяке. Вот. Вот поэтому надо как можно быстрее закрыть это дело. А потом идите куда хотите, если вам сексуальные амбиции важнее долга и чести. Вызывали? А, Фрейд, юбки. Проходи, проходи. Маньяки по твоей части. Так, на трупе множественные ранения. Возможно, на живые. Орудие убийства на месте преступления не найдено. Рядом с трупом найдена сумочка. Но ни документов, ни телефонов в ней нет. Ранение очень странно расположено. Как обычно, камера клуба смотрела в другую сторону. Свидетели ничего не видели. Иди в ноги. Переворачиваем. Стоп. Знакомое лицо. Почему-то никак не могу вспомнить. Где я ее увидела? Вытеснения редко бывают. Просто так. Убитая связана у тебя с травматическим событием. Может быть, с чьей-то смертью? Жень, ты можешь думать о чем-нибудь другом, кроме смерти? Оспорим, я не могу тебе вспомнить. Я скажу тебе одно слово, а ты быстро, не думая, дашь мне на него две ассоциации. Лицо. Смерть, красота. Ага, дай мне ассоциации на эти слова. Смерть, экспертиза, красота, блондинка. А теперь на блондинку и экспертизу. Блондинка в законе, экспертиза в Шишкин. Блондинка в законе плюс Шишкин. Уголовное дело. Ассоциации к уголовному делу две. Учеба, юрокадемия. А теперь вспоминай. Какие травмирующие события были у тебя во время учебы? Да не было у меня никаких травмирующих событий. Я была отличницей, меня обожали преподы. Ну? Ну что, говори. Да на последнем курсе умер наш научный руководитель, Зарянский Никита Сергеевич. Мировой дед был. Влад, даже ты не властен над своим подсознанием. Оно все равно будет вытеснять травмирующие события. Хочешь ты этого или нет. Слушай, не делай из меня психопатку, ладно? Наоборот, это признак твоего психического здоровья. А вот убитая, как ты связана с твоим профессором? Да никак она с ним не связана. Хотя, я последний раз видела ее на похоронах. Она училась на курс старше. Мне кажется, ее Мила зовут. Звали. Спор проведен. Проверил по базе выпускников академии, судя по всему, наша жертва. Кротова Людмила Игоревна. Двадцать семь лет. Ее телефон включен, фиксируется в паре кварталов от места преступления. И она сейчас бурно общается с народом на своей страничке, постит фотки эротические. Призрак, что ли? Витян, короче. Кидай геолокацию. Да, поймала, спасибо. Потеряй меня на том цитофоре, ладно? Тоже мне то надо психолог. Тут труп в сети флиртует, а ей не интересно. Очень интересно. Не оставляйте же мне мальчишек ночевать у соседей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, граждане бездомные. Полиция. Вечер добрый. Мадемуазель. А? Телефончик будьте любезны. ГОВОРИТ НА УКРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА УКРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА УКРАННОМ ЯЗЫКЕ Это мадам последние пары часов активно живет в аккаунте Милы Кротовой, который, очевидно, принадлежит телефону. Ничего, признаваться будем? Замочили хорошо одетую девчонку, отжали мобилу. Кошелечек с наличкой. Никого мы не мочили. А вещички тогда откуда? С неба свалились. Ну, понятно. Значит, кто-то выкинул с эстакады. Ты что, ей веришь? Короче, договорились по-мужике по-любованию. Мужикам кошелек с наличкой, бабе телефон. Так, телефон гораздо дороже стоит. Жизни ты не знаешь, психолог. Бабла да бухла пусть короче, а телефон еще загнать надо. Так что все это может оказаться классической бытовухой. Но зачем грабителям кромсать жертву? А когда трубы горят или под белочкой, еще и не так уготворяют. А вещи бомжей проверили? Следы крови нашли? Не нашли. Но на телефоне и кошельке Кротовой только их отпечатки. И ее. Доброе утро, девушки. Доброе. Заключение по трупу готово. Спасибо. Время смерти вчера. Около двадцати двух часов. Причина смерти, проникающая на живое ранение, в область сердца со стороны спины. Остальные раны наносились уже мертвому телу. То есть варианта два. Либо убийца маньяк. Либо не понял, что убил. И бил до последнего. Ни то, ни другое. Били не хаотично и не получают этого удовольствия. Били так, чтобы имитировать ярость. Откуда такие выводы? Раны расположены в геометрическом порядке. Думаю, что убийца не осознавал, что так наносят удары. Это произошло от методичности их нанесения. Возможно, ты и права. Ну что, составил досье на убитую? А то. Из родственников у нее только отец. Кротов Игорь Филиппович. Владелец строительной компании. Не бедный чел. Мать скончалась три месяца назад в больнице. Сердечица была, хроник. После окончания академии Мила Кротова нигде официально не работала. Но деньги на счету у нее имеются. И немалые. Игорь Филиппович, вы помогали дочери материально? Нет, она не просила. Извините. Вот, ваше лекарство. Это Светочка. Ближайшая подруга Милы. Она примчалась, как только узнала о случившемся. Ну, я не буду вам мешать. Света, останетесь, пожалуйста. Вы можете нам помочь. Игорь Филиппович, вы знали, что Мила не работала? Как? Работала в адвокатской конторе? Да, и она хорошо зарабатывала. Купила себе машину и снимала дорогую квартиру. Адрес квартиры подскажете? Я скину. А адрес адвокатской конторы или название? Нет. Она не говорила. Походу, Мила тупо врала про работу. Завела себе папика, который ее обеспечивал. Девка, она симпатичная. Но она была в костюме. Так одевается на работу и на деловую встречу. Проверить стоит. Ну что, удачи тебе в беготне по всем адвокатским конторам города. О, а я начну, пожалуй, с конторы Лунского. Она как раз недалеко от места убийства. И, судя по рекламе, он занимается сложными разводами. Ну, пойдем подброшить себя до города. Мне нужно ехать осматривать квартиру убитой. Да, Вить. Привет. Я пошарился в телефоне Кротовой. Тут, на удивление, мало контактов. А из фоток только селфи. Поняла, спасибо. Вить, Вить, слушай, а посмотри, пожалуйста, нет ли там телефона этого адвоката Лунского? Неа, нет такого. Тут только контакты отца, некая Светуся, судя по переписке, это подруга. Салон красоты, несколько магазинов, все в этом роде. Все, поговорил? Садись. Граждане понятые, осмотр квартиры, арендованной Людмилой Кротовой, будет осуществлен в присутствии согласия хозяйки помещения. А где личные вещи? А Мила жила тут всего месяц. Часто меняла съемное жилье. Я тянут по транзакциям, выяснил. Короче, надолго нигде не задерживалась. Да, шмотки тут, мягко говоря, не дешевые. Ты знаешь, что одежда этого бренда стоит, как крыло самолета? Так, интересно. Все такое чистое, аккуратное. Пальто такое грязное, как будто в нем в канаве валялись. Фрагмент ногтям с лаком. Следы губной помады. Знаешь, что самое странное? Такой тон платиновой блондинки Миле точно не подошел бы. Что нашел? А крышка неплотно прилегает. Ага. Так, монеты, подходите, пожалуйста, ближе. Становитесь здесь и здесь. И наблюдайте. Ключи, очевидно, дубликаты. Это мини-камеры. Ого. Так, это у нас мобильные телефоны. Много мобильных телефонов. Слушай, прям классический набор шпиона. Или киллеры. Ты чем занимаешься на рабочем месте? Работаю. Я тут такое нарыл в ноутбуке Кротовой. Тебе понравится. Не уверен. Столько досье на разных людей, компроматы на них. А с телефонами что? Да они одноразовые. С каждого Кротова звонила какому-то одному абоненту. А вот с этого, например, она звонила Лунскому, Ефиму Борисовичу. Адвокату. Женя про него спрашивала. Ой, Ефим Борисович, а я вас ждала. Меня зовут Женя Лехина. Я была подругой Милы Кротовой. И я подумала, вы же с ней вместе работали. Может быть, вы мне поможете. Чем? Похороны организовать. Я вас не понимаю. Не знаю никакой Милы Кротовой. Гражданин Лунский? Да. У меня будет к вам пару вопросов. Конфиденциально. Подскажите, пожалуйста, в каких отношениях вы были с Милой Кротовой? Нам точно известно, что вы знакомы. Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Не обязаны. Но я настоятельно рекомендую вам это сделать. Я отклоняю вашу рекомендацию. Ладно. Позже поговорим. В другом месте. Ну, хорошо. Вы свободны. Можете идти. Ты че такой замученный? Ты была права по поводу Лунского. Похоже, Мил работал на него. Все абоненты, которым она звонила, с левых телефонов, это все клиенты Лунского. Вот вызвал их с утра, весь день проразился. Молчат? Молчат. Неудивительно. Ну да, люди в такой ситуации автоматически занимают оборонительную позицию. Гораздо эффективнее подловить человека в его среде обитания. Вывести на эмоции, дать почувствовать свою силу. И потом, ну, ошарашить своим вопросом неожиданным. Слышишь, не Клюев, что наука говорит. А? Нужно искать нестандартный подход. Иди ищи. Нет, мне клиенты Лунского неинтересны. Компромат у Милы был не на них. Я лучше пообщаюсь с их бывшими половинками. Кстати, мы с Витяном выяснили, что все они подписали досудебное соглашение о разделе имущества или детей. Причем всегда в пользу клиентов Лунского. Хорошая идея моя. Пойду доложу громобой о наших успехах, которых нет. Слушай, что бы ты там ни задумала, я тебе помогу. Тебе за детьми и в садик пора. Точно. Евгения Васильевна, а у нас ЧП. Ваш Паша подрался. С кем? И зачем? Мальчик Ваня отобрал у него машинку. Паша всегда тушуется в таких случаях. А тут нет. Бросился отнимать. Толкнул Ваню, тот и разбил коленку. Спасибо за информацию. Ну что, мальчики, пойдемте. Пойдемте. Быстрей, быстрей. До свидания. Так. Паша, рассказывай, что случилось? Да, мам, все супер. Помнишь, я в детстве хотел быть покорителем Марса? Помню. Это все были глупости. Теперь я выбрал настоящую профессию. Хочу быть... Гангстером? Полицейским, как дядя Никлюев. Воспиталка не поняла ничего. Ванька не у меня машинку отнял, а у Эдика. А я Эдика защитил, а преступника наказал. Правильно? Нет, неправильно. Мам, ты в этом вообще ничего не понимаешь. Ты же психолог. Ну ладно, если ты считаешь, что я ничего не смыслил в этом вопросе, давай поговорим с более продвинутым человеком. Я позову Никлюеву к нам в гости. Ура! А он с пистолетом придет? Надеюсь, что нет. Алло. Алло, Олег, это, это я. Да, я хочу позвать вас с Аллой сегодня к нам на ужин. Круто, но не получится. Я не знаю, где она встала. Я не знаю, где она встала. Давай за ней. Водитель автомобиля 491, немедленно остановитесь. Давай, прижимай ее! Да что ты тащишься? Уходят же! Капитан Крошкин! Капитан? Ай, Аллочка! Приятно познакомиться! А в чем, собственно, дело? Она еще спрашивает. Вы распиваете спиртные напитки за рулем? Ваши документы. А, сейчас, минуточку. Сейчас. Так, где же… А как же так получается? Капитан Крошкин. Что, вам можно? А мне нельзя. Откуда это у вас? Я вижу, вы это кино не первый раз смотрите. Вам его показывала вот эта женщина. После чего вам пришлось при разводе оставить все совместно на ажитое имущество жене. Вижу, я не один такой. Вы расследуете дело о шантажах? Мы расследуем дело об убийстве шантажистки. Вино, кстати, безалкогольное. Завтра жду в отделении. Прошу вас. Не представьте себе. Берет и берет и чашку. Наливает. Такой-то совершенно непопосимый. Опаньки! Какие люди и без охраны. А это ты прямо здесь, в благотворительном фонде работаешь, да? Извините, девушка, но мы с вами не знакомы. Еще как знакомы. Вы просто меня… До свидания. Это вы меня просто в лицо не узнаете. Вы же в стриптиз-клубе ниже смотрели. Я вот сейчас разденусь и все сразу станет понятно. Я женат. У меня кристальная репутация. Я руковожу благотворительным фондом. И вообще я никогда не был в стриптиз-клубах. Да ну. Я выполнил все требования этой бабы, которую подослал адвокат моей бывшей. Я дал разрешение на вывоз дочери за границу. Что вам еще от меня надо? Денег? Показаний. Ой, извините, пожалуйста. Да, а можно вас на секундочку? Да. У вас просто такое располагающее лицо вот решило к вам подойти. Я просто новенькая, только что перевелась из другого отдела, решила узнать, как тут вообще работает, злой ли начальник. Ну, спасибо вам, конечно, за доверие. Но начальник у нас отличный. О таком можно только мечтать. Да? Да. А вы говорили, что он самовлюбленный придурок и импотент. Понятно теперь, чем Мила занималась. Она была у Лунского тайной сотрудницей, эдакой Матей Хари. Ну, короче, она узнавала у заказчика подробности жизни объекта. Спасибо. Потом послала его, снимала рядом квартиру, знакомилась, делала слепки ключей, проникала тайно в квартиру, ставила там прослушку и видеокамеры. Ну, короче, она собирала компромат, а потом шантажировала объект, требуя заключить соглашение в пользу Лунского. То есть каждый из объектов Милы мог убить ее из-за компромата или мести? Из-за потерянного при разводе имущества или детей? А я уверена, что никто из тех объектов, с которыми я пообщалась, Милу не убивал. Из чего ты это взяла? Они были не напуганы, они были в апатии. Самое страшное для них уже случилось. Всплыли все их грешки. Люди, которые боятся обвинения в убийстве, так себя не ведут. Все это, конечно, круто, но к делу не пришьешь. А ты чего добилась от них? Ничего. Единственная новая инфа, что четыре комплекта дубликатов ключей, из тайника Милы, от их квартир. Но еще четыре комплекта остались бесхозными. Два принадлежат еще двум объектам Милы, но они ни при чем. Одна дома в Турции, другая в больнице. А меня больше всего интересует вот этот объект. Ого! С ней еще не успела пообщаться. Это наша героиня из эротического видео Милы Сноута? Именно. Ведь она познала ее через программу распознавания лиц. Вероника Пахомова. Мать-одиночка. Не работает. Но при этом год назад купила квартиру и недавно дорогую машину. Но самое интересное, ни к одному из клиентов Лунского она вроде отношений не имеет. А, и ни с кем она не разводится. Она ни разу не была замужем. Интересно. Может, я с ней поговорю, а? Ведь она выяснила, что ее телефон находится на детской площадке в парке. Ну, валяй. Я больше по мужикам. Это к подобному. Но я пойду. А, и кстати, я жду вас обоих сегодня на ужин. А то вы от своего этого фастфуда скоро загнетесь. Принято. Сладенькое приготовь. Непременно. Сладенькое. Сладенькое. Ой, аккуратно. Как тебя зовут? Танюта. Эй, отойдите от моего ребенка. Ой, вы простите, пожалуйста. Мы просто с младшеньким здесь гуляем всегда. Он падает с качелей, шишки набивает. А вы здесь рядом живете? Я вас, кажется, видела со своей знакомой, Милой Кротовой. Она здесь квартиру снимала. Не знаю никакую Милу. Ну, ладно. Будем знакомы. Может, как мы с детьми погуляем. Женя. Ника. Ой, вы простите, мне бежать нужно. Ну, до встречи. Папа! 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 Дядь! Жень, идите кофе попейте. Я не могу сделать экспертизу ДНК за пять минут. Что с экспертизой? Аллочка, сейчас будет пять сек. Что ты хотела мне показать? У Ники Пахомовой теплый тип нежности. И оттенок помады тот же, что был на грязном пальто Милу. Видишь? Угу. Аллочка, у меня все готово. Извлеченный мною из следа помады и из фрагмента ногтя пальто образец ДНК совпадает с образцом ДНК вашей перчатки. То есть принадлежит Нике? Ромочка, вы лучший. Да. Неделю назад я заметила, как эта девица таскается за мной везде по пятам. Я подошла к ней и попросила объясниться, почему она меня преследует. Она заявила, что я ошиблась. Мы поговорили. Так поговорили, что ноги сломали. Ваш, ваш, вот экспертиза. Если от помады остался на ее пальто. Ну, да, я ее оттолкнула, но к смерти ее я никакого отношения не имею. Оформите показания в письменном виде. Откуда у нее такая агрессия? На детской площадке она явно продемонстрировала страх. При чем тут агрессия? Что-то конкретное можешь о ней сказать? Ну, возможно, она скрывает какую-то тайну. Мила о ней узнала, а Ника? А Ника подкараулила возле клуба и зарезала. Агрессия сюда вписывается превосходно. В том-то и дело, что нет. Милу убили хладнокровно. А вот это уже вилами по воде. Женя, у меня в деле наконец-то появился нормальный подозреваемый. И я с него не слезу. Я проверил транзакции Пахомова и записи с камер. Литян, короче. Короче, у нее алиби. В момент убийства она несколько часов просидела в кафе. Твою ж тона-то психологию. Ну, новое ругательство от Бариновой мне прям зашло. Мне тоже. Где же Алла? Обещала приехать час назад. Так только к пирогу успеет. О, кстати, пирог. Коля, Коля, пойдем поможешь мне. Давай, давай скорей. Пожай, стой. Ну что, поговорим без женщин и детей? Пойми, если ты хочешь стать полицейским, тебе нужно научиться соблюдать правила. Эти мы и отличаемся от бандитов. Бандиты нарушают правила, а мы их соблюдаем. А как их наказать тогда, если они могут тебя убить, а ты их нет? Прежде чем наказывать бандита, нужно доказать его вину. А перед этим проделать много нутной работы. Без этого никак. А нельзя просто убить преступника? Убивать вообще никого нельзя. А по-моему, плохих надо убивать нас совсем, чтобы хорошим жить не мешали. Паш, ни в коем случае. По-моему, в пирог в меня уже не влезет. В меня влезет. Тогда иди ешь пирог с братом. А мы с твоей мамой немного поговорим. Хорошо? Спасибо. Давай, беги в комнату. Ты чего? Знаешь, дети до шести лет воспринимают смерть как возвратный феномен. От сна можно пробудиться, значит, от смерти тоже. Паша еще совсем недавно спрашивал у меня, когда его отец вернется оттуда, а теперь он осознал смерть как конечное невозвратное явление. А я даже не успела заметить, как он перешел на следующую стадию. А Алла на работе? Не знаю. Алло? Слушай, я поняла, откуда у Ники Пахомовой взялась агрессия. Знаешь, стадии принятия неизбежного? Первая стадия — отрицание, вторая — гнев. Надо искать смертельную опасность, которой угрожает Ники. Да, Жень, поняла. Витяна, чем занят? Проверь-ка мне передвижение телефона Ники Пахомовой. Чем, черт не шутит? Но Женя права. Ника смертельно больна и врачей посещает? Так. Да не врачей она посещает, а салон красоты. Чуть ли не каждый день она и сейчас там. Нет. Не выглядит она как женщина, злоупотребляющая, бьюти-процедурами. Ну, может, она там встречается с кем-то? Проверь. Походу, я прав. Когда в салоне фиксируется телефон Пахомовой, там же всегда фиксируется телефон владельца сети этих салонов. Марка Абрикосова. Он тоже сейчас там. А проверь, была ли среди клиентов Лунского, с которыми Мила общалась по левому телефону, некая Абрикосова? Угу. Была. Молодец. Э, стой! Чего нарыла? Абрикосова. КОНЕЦ. КОНЕЦ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, черт! Слишком много чести. Можно просто капитан Баринова. Вы что себе позволяете? Вообще как сюда попали? Два года назад вы, Вероника Львовна, проходили как свидетель по делу об ограблении. И судя по материалам дела, на тот момент вы являлись сожительницей главного обвиняемого рецидивиста Карасева по кличке Карась. Кстати, дочку вы зачали как раз в тот недолгий момент между его отсидками. Это ведь Карась через своих корешей на воле снабжает вас деньгами. Мне его деньги не нужны. Ясно. Но если он узнает, что вы ему изменяете, жди беды. Идем дальше. Жена вашего любовника Марка решает оттяпать у него жирный кусок имущества при разводе. Она обращается к адвокату Лунскому. Лунский нанимает Милу Кротову. А та расставляет по вашему кабинету скрытые камеры. Но Мила пока что не понимает ценности своего кинофильма. И решает предъявить это видео объектом. Возможно, даже угрожает выложить его в сеть. Реакция превосходит все ее ожидания. Вы, Нюка, оказываетесь рядом с Марком и набрасываетесь на Милу, чуть не убив ее на месте. Но это, конечно, было бы глупо, поэтому Марк позже хладнокровно убивает Милу, чтобы его самого не замочил Карась. Про карася это правда? Прости, пожалуйста, что тебя разбудило. Да ничего. Ты оформила задержание. Ага. И хочу это отпраздновать с тобой. Может, пиццу закажем? Пиццу. Нет, не хочу пиццу. Не хочу тебя. Я уже поел у Жени. Ты еще лет не ел домашней еды. Подожди минуточку, ладно? Только минуточку. Ну, хватит уже эти таблетки есть. В смысле? Ну, вредно же. То есть ты хочешь, чтобы я тебе детей рожала и жрачку домашнюю готовила? Об этом ты мечтаешь? Так это не ко мне, это к Жене надо. У нее лучше получится. Алла. И дети у нее уже готовые есть. Ну, что ты начинаешь-то, а? Удачи. Алла! Алла. Послушайте, я ничего не знал. Ника, она сказала, что замужем, поэтому мы должны держать отношения в тайне. Я понимаю, она, она боялась, что я брошу ее, узнав про этого карася. Но это не так. Я не брошу. Я увезу ее на край света, где никакой карась нас не достанет, и мы будем счастливы. Послушайте, отпустите нас. Пожалуйста. Ведь я никого не убивал. А я ему верю. Если он не знал про карася, значит, и Милу не убивал. Из чего вдруг ты ему веришь? Ты даже тесты свои дурацкие с ним не проводила. И вообще, какой толк от твоей науки, если у тебя вместо реальных фактов одни домыслы? Да пойми ты, моей областью психологии практически никто всерьез не занимался. Чтобы выяснить, чем отличается реакция убийцы на убийство от реакции, например, свидетеля, надо собрать огромный материал, создать методики, посчитать по формулам результаты. Ну-ну. Какие-то вещи уже просчитаны, они нам помогли в расследовании предыдущего дела. Но мне иногда пока приходится полагаться на интуицию, которая, чтоб ты знала, является не домыслами, а мгновенным анализом на уровне подсознания, основанном на опыте. Да не верю я в интуицию. Занимайся своей криминологией будущего, а мне работать надо. Ну тогда не буду мешать. Не знаю, хочешь бей меня, но я ему верю. Интуитивно. И ты туда же. Ну что, Женя так же считает? Да. Ну, у нас улик против него нет. А умный преступник улик не оставляет. Вот и Женя, по ходу, не оставила. Да и о чем? Я видела ее личное дело. Оба ее мужа умерли не своей смертью. И от обоих она получила наследство. Официально, конечно, обе смерти признаны несчастными случаями. Ты что, все сейчас думаешь, что Женя черная вдова и убила своих мужей ради наследства? Ты серьезно считаешь, что она невинная овечка? Олег, очнись, она психолог. Причем очень хороший. Она кому угодно может мозги запудрить. Только не мне. Я знаю, ты упертая. Ты не успокоишься, пока не проверишь все возможные варианты. Это какие же? Остался один неопознанный библикат ключей из тайника Милы. А это значит, что у нее был еще один объект, о котором мы пока ничего не знаем. Точно. Пойду поговорю с Лунским по душам. Господин Лунский. Опять вы? Я знаю, что для вас делала Мила. Не докажете, что для меня. А для скандала в СМИ доказательства не нужны. Хорошо. Что вы от меня хотите? Список клиентов, с которыми работала Мила. У нас там человечка не хватает. Хорошо. А лучше список всех клиентов. А то мало ли что. Ладно. Это клиенты Лунского, с которыми работала Мила. Но эти уже отработаны. А где полный список? Вот. Ой. Что ты хочешь там найти? Понятия не имею. Алла у нас не верит в интуицию, но похоже интуиции верят в Аллу. Зачем-то она же раскрутила Лунского на эту инфу. Чебаков прописан в том же доме, где и Мила снимала последнюю квартиру. Совпадение? Не думаю. Этот Чебаков, Егор Клинович, разводится со своей женой, Еленой Альбертовной Чебаковой, через суд. Потому что у них есть четырехлетний ребенок. А Елена в соцсетях пишет пост о том, что ее муж тиранами из рук. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Я Чебаков, меня вызывал капитана Баринова. Проходите, садитесь. Вы по адресу прописки проживаете? Нет, сейчас там живет моя бывшая жена с ребенком. Я обратился к адвокату Лунскому. Хотел, чтобы сын остался со мной. А где ваш ребенок сейчас? У бабушки, у моей мамы. А что? А когда вы забрали ребенка у супруги? Вчера. Это было запланировано заранее? Это никого не касается. Не понимаю, почему нас так взволновал мой невинный вопрос. Ау, что здесь что-то странное. Дверь не заперта. Да. У нас еще один труп. Это точно Елена Чебакова? Есть сумочки в комнате. Да, это она. Синюшина слизистых, пена у рта, на губах, следы от труботы. Похожа на отравление. С утра ты вроде психологом была. Я в медицинском училась. В любом случае. Это поживым ты спец. А мертвым пусть субметр разбирается. Забираем тело. Так, изымаем еду, напитки, посуду, лекарства. Все для экспертизы. Теперь Чебакову не с кем судиться. Ребенка автоматически передадут отцу. Чебаков – клиент Лунского. А клиента Лунского всегда выигрыша. Вопрос, какой ценой? Неожиданно. Аллочка, а я вас жду. Вот кофе сварил, за пироженными сбегал. Вам же нужен результат экспертизы. А я вам ничего не скажу, пока вы со мной кофе не выпьете. А то вы все обещаете, обещаете. Так, а вы знаете, что шантаж – деяние уголовно наказуемое? Хорошо. Пью. Пироженку. Ем. Смерть Чебаковой наступила от передозировки фессалина. Это синтетический наркотик? Он самый. В волосах погибшей обнаружены следы его регулярного употребления. Хотите сказать, это не убийство, а банальная передозировка у наркоманки? Ну… Но зачем тогда Чебакову было обращаться к услугам Лунского и его добытчице-компромата Миле Кротовой? Нужно было просто затребовать медицинскую экспертизу, предоставить результаты в суд, и ребенка бы отдали отцу. Не все так просто. В витаминах, которые принимала Чебакова, я обнаружил фессалин в микродозах. Получается, Чебакова съела сразу несколько капсул? Или одну, но со смертельной дозой. Тогда получается, это не банальный передоз, а не тривиальное убийство. И это не все. Аллочка у меня для вас настоящий подарок. Я могу назвать имя убийцы. Ну? Пироженку. На пузырьке от витаминов, кроме следов Чебаковой, я обнаружил потожировые следы Милы Кротовой. То есть, получается, Мила подложила капсулу с наркотой Елене Чебаковой с микродозами, чтобы в волосах остались следы приема, и одну капсулу со смертельной дозой сверху, чтобы ни у кого не осталось подозрений. Ну, передознулась наркоманка, с кем не бывает. Ну? Ну, как Мила умудрилась так проколоться, оставив свои следы на баночке. Возможно, следы попали путем переноса с перчаток. Кротова голыми руками трогала перчатки, а затем этими перчатками брала баночку. Ну и на старуху, как говорится, бывает. Спасибо большое за кофе. Мне нужно просить соседей погибшей. Я вам убийство раскрыл, а вы опять убегаете. Ромочка, раскроем дело. Я вас приглашу на ужин. Честно. Хочется верить. Так, ребята опросили соседей. Мила познакомилась с Еленой, бывала у нее в гостях. Понятно, как она сделала дубликаты ключей и отравила капсулы. Ты ищи, ищи. Все-таки глупым было выбирать такой способ убийства, если Елена никогда не употребляла наркотики. Нашел. Ты права, она и раньше употребляла. Вот, входила в закрытую группу к помощи наркоманам. Дуродов состояла на учете, после вылечилась и с учета ее сняли. Ну вот, все сходится. Убийца был уверен, если ее найдут с передозом, а в волосах обнаружатся следы употребления, убийство спешут на срыв из-за стресса по причине развода. А главное, Лунский опять в выигрыше. Молодец. Произвол! Я вам такое устрою! Ефим Борисович, успокойтесь, пожалуйста, пусти. У нас есть полное право задержать вас на сорок восемь часов. Но пока я такого решения не приняла. Я... я всегда готов к сотрудничеству. Нельзя было меня пригласить как-то интеллигентнее, а не присылать этого орангутана. Да что ж за день-то такой? Извините, пожалуйста. Лейтенант, проводите гражданина. Похоже, на Елену просто не нашлось серьезного компромата. Она уперлась и наотрез отказалась отдавать Чебакулу сына. А Лунский, я думаю, за хороший гонорар решил пойти на крайние меры. И поручил Миле решить проблему радикально. А потом просто устранил Милу как исполнителя убийства. Или чтобы не делиться гонораром. Мы с Витяном проверили, Милу в последнее время крупных сумм на счет не кидала. Нет, ребят. Лунский дико брезглив. Он просто помешан на идеальности своего внешнего вида. Это довольно частое проявление страха смерти. Человек боится грязи, хаоса, непорядка. Это все ассоциируется у него со смертью. Спасибо за наводку. Будет молчать. Я вылью на него пакет сока. Убить дистанционно, чтобы не видеть смерть жертвы, Лунский вполне мог. Но кромсать Милу ножом нет. Он хитрый. Может знать про все твои психологические примочки. Как там, Паша? Беседа помогла? Да. Спасибо тебе. Я за что. Так что случилось? Как подрался? Ладно, да, я выезжаю. От центра подкинешь? Да, конечно. Что-то тряслось? Да у меня старшенький на днях в садике подрался, а сегодня украл у девочки телефон. Сочувствую. Но ты особо не парься. Я в его возрасте не такое вытворял. Давай садись. А я хотел тебе про Чебакова рассказать. Он снимал со своего счета крупные суммы денег. Для Милы? Нет. Все деньги потратила его будущая, бывшая жёнушка. Гаджеты, шмотки, бары… Да, Ал? Окей, сделаю. Алла попросила выяснить, в каких барах тусовалась Елена Чебакова. Видимо, посплю в другой жизни. Спасибо, Жень. Ладно, давай. Ну что вы, я ни за какие деньги на мокруху бы не пошёл. А Мила? А вот в ней не уверен. Честно говоря, я сам её побаивался. Она ведь любила только своих родителей и эту подругу семьи, как её Светлана кажется. Остальных она не щадила. А отравить Елену Чебакову наркотиками была ваша идея? Нет, ну что вы, это Мила предложила. Но вы не отрицаете, что Чебаков хотел забрать у жены сына? И именно вы свели его с Милой. А какой смысл отрицать, если вы и так всё прекрасно знаете? Я сразу отстранился от этого дела, как только Мила заикнулась о наркоте. О чём они там договорились с Чебаковым, я уже не в курсе. Ну хорошо. Отпускаю вас пока подписку о невыезде. Можете оформить у дежурного. Да, понимаю. Спасибо. Похоже, Лунский не врёт. Получается, Мила без его ведома договорилась с Чебаковым об убийстве Елены. Слушай, если у нас на сегодня всё, может быть поужинаем, поговорим? Извини, но на сегодня у меня другие планы. Какие планы? А я иду в бар. Пока ещё не выбрала в какой. Одна? Да не волнуйся, я там обязательно с кем-нибудь познакомлюсь. Привет. Привет. А мне для начала Лонг-Айленд Айсти. Окей. А вас тут клёво. Понятно, почему Ленка тут зависает. Чего за Ленка? Это подруга детства. Вот. Знаешь? Да, она у нас тут часто тушится. О! Ты нашу Ленку знаешь? Да. Давно её не было видно. Да у неё проблемы в семье. Мы в курсе. А ты ничего такая. Слушай, может пойдём к нам? Я тут с корешем и его девушкой отдыхаю. Они тоже Ленку знают. Ну, как бы её подруга, наша подруга. Вот. Полюбуйтесь. У Евочки пропал телефон. Мы всё обыскали без толку. Стали осматривать шкафчики ребят и телефон нашли. В шкафчике Паша. Вы ничего не хотите сказать сыну? Я обязательно поговорю с сыном. Наедине. Не люблю публичные экзекуции. Ну, что скажешь на этот раз? Я не крал телефон. Наоборот, я видел, как телефон у Евки спёл Ванька. Дядя Олег сказал, что надо забирать доказательства вины человека. Я и забрал телефон. У Ваньки и спрятал. А ещё взял у Ваньки машинку. Мам, гони! Быстро! Воспиталка заметила, что я телефон Евкиной шкафчика незаметно забрал. Дай. И машинку тоже. Дай. И машинку. Мы сейчас пойдём обратно и всё всем вернём. Теперь же буду думать, что я влах. А я бы на месте, Ленки, от этого абьюзера давно бы свалила. Слушай, реально, сейчас вообще никого не парить, что баба не замужем. Даже в тренде быть свободной, как ветер. Ну, такая себе свобода с киндерами. И чего Ленка своего мелкого папаши не сбагрит? Слушай, я вот тоже не вырубаюсь. Мне кажется, он вообще и нафиг не нужен. Даже я вот сама child free, а Ленку троллю. Типа, ну почему она тут зависает, а киндер дома один? Но ей вообще пофиг. Мол, он спит, ничего с ним не сделаете. Прикинь? Жесть. Привет. Привет. Слушай, прости, что я опять со своими проблемами. Мне просто не к кому больше обратиться. Да брось, я рад помочь. Выходим. Ну, здравствуй, Паша. Привет. Привет. А вот и вещь Доки. Так. Вот это нам нужно вернуть. Но сначала я попросил нашего эксперта в нерабочее время провести экспертизу отпечатков пальцев. Прямо при тебе. Я уже обо всем договорился. И если твоя история подтвердится, я сам поговорю с воспитательницей, с родителями Вани, с Евой. Но мы им не скажем, кто брал телефон. Ты думаешь, мы поступаем правильно? Да. Но это при одном условии. Ты больше не будешь заниматься полицейской работой до окончания академии. Договорились? Честные слова. Олег, я… Вези Колю домой, а я Паша тебе попозже привезу. Хорошо? Спасибо. Давай. Ну, как? Коллегу смотрела в процессе экспертизы. Вижу. Рассказ свой подтвердился? Полностью. Спокойной ночи, пап. Спокойной ночи, малыш. Жень, ты чего? Он совсем не помнит отца. Пойдем я хоть чаем тебя напою. Жень, как ты справляешься одна? Я плохо справляюсь, Олег. Это на работе я психолог. Кандом. Классический вариант сапожника без сапога. Я правда стараюсь изо всех сил. Но детям нужен отец. А ты не думала попробовать еще раз? Выйти замуж? Нет. Я… Я боюсь, это глупо. Я просто больше не смогу потерять любимого человека. Ты, ты не подумай. Я абсолютно рациональный, я разумный человек. Но порой, порой мне кажется, что это я виновата в том, что мои мужья погибли. Ты же понимаешь, что это чушь. Иди сюда. Все будет хорошо. Ты встречешь своего человека, который тебя полюбит. И ты его. И будете жить долго и счастливо. Мать, уходи опять кровать мокрая. Иду. Ты, ты извини, я тут расклеилась совсем. Да ладно. С кем не бывает. Я побегу. А чай? В другой раз. Доброй ночи. Олег, спасибо тебе за вчерашний вечер и за сегодняшнее утро. Я… Звучит интригующе. А с какого перепуга ты моего подозреваемого забрал? Надо было. И ты не поняла, мы с Женей… Да мне не важно, чем вы там занимались. Я не в обиде, правда. Я тоже вчера отлично провела вечер и часть ночи. Это ты опять что-то с подозреваемым взмутила? Да, это я попросила Олега привести Чебакова в морг. Для типа официального опознания тела его жены. Хочу посмотреть на его реакцию. Хочешь понять, любил он ее или нет? А это ничего не даст. Убить можно и любимого человека. Например, за измену. Спонтанно, в ярости, да. Но не наняв исполнителя, из-под тяжка отравить, а потом добить. Ладно. Давай посмотрим на его реакцию, так расколоть будет проще. Я думаю, лучше, чтобы рядом с ним был Олег, а не ты. Если Чебаков реально тиран-абьюзер, ему проще будет откровенничать с мужчиной. Ну, допустим. Пойду тогда перекушу. А то голодная, как зверь. После бурной ночи. Гражданин Чебаков, вы подтверждаете, что это ваша супруга Елена Чебакова? Да. Леночка. Егор Климович, вы сможете позже попрощаться. Да, пожалуйста. Еще минуту. Леночка, нам с тобой не повезло в жизни. Не склеилось. Но там я хочу, чтобы мы были вместе навсегда. Леночка. Ты сам все видел? Да. Свободен. Извините, что не сдержался. Не понимаю, если вы так любили свою жену, как же все это случилось? Лена всегда была легкомысленной красоткой. Роковой женщиной. Моей Кармен. Я надеялся, что она изменится после рождения сына. Зря. Она продолжала тусоваться в сомнительных компаниях, выпивать. Я пытался ее резонить. Она меня крестила тираном, абьюзером и подала на развод. Я боялся, что из-за ее профинизма с сыном что-то случится. Поэтому я обратился к Лонскому. И когда полюбовно договориться не удалось, вы заказали у Мелы Кротовой свою жену. Ну что вы? Нет, нет, нет. У меня и в мыслях не было убивать. Мать моего ребенка. Я ее любил, несмотря ни на что. И до сих пор люблю. Так о чем вы договорились с Кротовой? Поймите, у меня не было выбора. Ваша жена не заметит действия микродоз наркотиков. Потом мы докажем, что нас снова употребляет. Сможем добиться лишения ее родительских прав, по крайней мере временного. Ладно. Как же мой сын Митя, что если она слетит с катушек даже от микродозного акутика? Потому что он как-то пострадает от этого. Ну не знаю, дайте ей денег, пускай развлечется. А ребенка пока заберите. Отдайте от бабушки. Решайтесь. Времени у нас мало. Ты мой сын. Я делаю это ради него. Меня интересует не ваш сын, а ваша супруга. Мне нужен ее адрес, фото, привычки, вкусы. Если вы не возражаете, все это я буду записывать на диктофон. Делайте, что хотите. Это мой личный, а это рабочий. Он не авторизирован, связываться с вами я буду с него. Мы тщательно соблюдаем конфиденциальность наших клиентов. Знаете, я вообще не поверил, что это мило справиться с задачей. Она произвела на меня какое-то несерьезное впечатление. Гламурная фифа, вся в розовом. У нее даже телефон был розовый. Розовый телефон? Мы нашли у нее золотой телефон. Может быть чехол был розовый? Да нет, нет. У меня магазин гаджетов, я в телефонах разбираюсь. Ну что ты там тормозишь? Работаю как могу. Вот. Золотой телефон, который ты отжала у бомжей, Мила купила недавно. Угу. В тот же день, когда подралась с Никой Пахомовой. А может Мила, когда упала в лужу, уронила туда и свой телефон? Ну что, малыш, теперь можно и на морюшко. Не успели. Не переживай ты, я смогу тебя защитить. Круто. Это вы от бандитов Карасевских собрались монтировкой отмахиваться? Извините. У меня будет к вам пару вопросов. Да, конечно. Мы рады будем помочь. Ника, вы можете подтвердить, что в тот день, когда вы подрались с Милой Кротовой, она уронила в лужу телефон? Да. Я тоже видел. Телефон был розовый? Да. 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 Это все, спасибо. Алла, мы вам очень благодарны, что вы добились снятия подписки. Мы теперь можем уехать. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До свидания. Хорошей дороги. До свидания. Аллочка! А где Аллочка? Аллочка куда-то усвистела. А нам с вами вместе придется разгребать весь этот хлам из квартиры Кротовой. Я приехал помогать. Вы можете сказать, что за квитанцию мы ищем? Аллочка по телефону толком ничего не объяснила. Витян, наш компьютерщик, выяснил, что после драки с Пахомовой, Мила звонила в сервисный центр по ремонту мобильников. Мы с ним связались. Оказывается, телефон Милы все еще там. Розовый, кстати. А квитанцию должны отдать клиенту. А, то есть надо найти эту квитанцию? Надо не найти эту квитанцию. Если квитанции не от вещах, как и в квартире Милы, значит ее забрал убийца. А это означает, что в телефоне Милы есть что-то очень важное. Давайте искать или находить. К сожалению, я вряд ли могу вам чем-то еще помочь. Не знаю, кто еще мог желать смерти Милы, кроме ее объектов. Вы знали все тонкости ее работы? У нас друг от друга не было секретов. Мы очень давно дружим. Правда, в последнее время мы редко виделись. Знаете, жизнь сумасшедшая. Заботы, хлопоты. На кофе с подругой нет времени. Если бы я знала… Да, как говорил классик, плохо не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен. Судьба частная дает нам возможности попрощаться с близкими. У нас остается только воспоминания о них, их вещи, через которые мы как бы продолжаем общаться с ними. Криминалисты уже отработали все улики. Но я выпресла у них шарфик, Милы, чтобы отдать вам на память подруге. Спасибо. Это очень мило. Мне пора бежать, у меня массаж. Мне тоже пора. Удачи вам, Света. И вам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты здесь? Это хорошо. Надо поговорить. Питанцию нашли? Нет, не нашли. Ясно. Все версии с работой Милы мы уже пропахали. Значит, мотив зарыт где-то в ее личной жизни. Да, мы с Женей так же решили. Она уже поговорила с подругой Милы, с Фетой. И та тоже ничего не знает. Угу. Значит, ты уже с Женей расследование ведешь? А если можно что-нибудь поесть, а? Тему не меняй. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты же не дала нам Жене рассказать про вечер и утро? Я расскажу сейчас. Вечером я ездил доказывать, что сын Жени, Паша, не трал телефон. А утром я ездил в детский сад общаться с воспитательницей и детьми. То есть подкат через детей, да? Классно. Женя жжет. Настоящий психолог. А что это мы все обо мне с Женей? Мне вот, например, интересно, где ты была вчера вечером и ночью? И почему ноутбук закрыла, когда я подошел? С кем ты переписывалась? Работала я вчера до поздна. Общалась с друзьями Елены Чебаковой в баре. Тему не переводи. Что в ноутбуке? Не важно. Мне важно. Сам напросился. В ноутбуке дело о гибели второго мужа Жени Алёхина. До первого не докопаешься, хапанул нитроглицерин с алкоголем. Инфаркт. А вот в деле второго мужа Алёхина я нашла одну нестыковочку. Какую? Знаешь, как умер Алёхин? Он поскользнулся в ванной и ударился виском о вентиль крана. Но! Буквально за пару недель до своей смерти Алёхин покупает дом, в котором сейчас живет Женя. Это фото дома для продажи из архива риэлторского агентства. Смотри, какой кран. Видишь? Вижу, и что? А это фото, которое сделали полицейские, которые прибыли на место происшествия. И что? Кран другой. Зачем человеку, который въезжает в дом со свежим ремонтом, менять кран? Ну, может быть, новому хозяеву мне понравился старый кран. И они не решили его поменять. Ты понимаешь, что этим краном Алёхиным мог кто-то ударить? И просто поменял его на старый? Это же практически идеальные убийства. На кране следы крови Алёхина. И никому в голову в жизни не придет, что это не несчастный случай. Никому? Кроме тебя? Да? С твоим извращенным работой. Мозг. Ну, не верю, что Женя убила своего мужа. Что ты хочешь сделать? Да есть у меня здоровые идеи. Угу. Жалко, я не тонатный психолог. А то я устроила бы Жене проверочку. Вчера, после того, как Света выбросила шарфик Милы в сквере, я следила за нею, все видела из машины. Я воспользовалась методом Милы и ее запасными ключами от квартиры Света. Подбросила шарфик и поставила скрытые камеры. Ты что, сперла улику из вещдоков? Конечно, нет. Я купила такие же шарфики. Я заподозрила Свету, потому что поняла, если все дело в розовом телефоне, личном телефоне Милы, по которому она также, как по золотому, говорила только с отцом и с подругой, значит, этот телефон был важен для кого-то из них. Об этом мы тоже вчера догадались. Не мы, а я. В общем, когда Света увидела выброшенный шарфик у себя дома, она выдала реакцию подавленной вины, которая часто переходит в страх. Как у Пушкинского Бориса Годунова. Мальчики кровавые в глазах. В данном случае шарфики. Да мало ли в чем. Света была виновата перед Милой. Я не знаю, может, она у нее любовника увела. Это лирика. А мне нужен конкретный мотив и улики. Капитан Баринова. А вот и улики. Только что отзвонились Пепси, которых я припахала следить за мастерской. Они задержали человека, который по квитанции пришел забирать телефон Милы. Пойдем. Где? В машине. Света? С какой стати меня задержали? Я всего лишь забрала телефон подруге из ремонта. За пару дней до смерти она попросила меня об этом, отдала квитанцию. Я живу рядом, посоветовала ей этот сервис, когда она сказала, что уронила телефон в лужу. Что тут такого? Да пока ничего. Но квитанцию телефона нам придется изъять. Это улики. Верните мне потом телефон, ладно? Это все-таки память. Вернем, когда найдем убийцу. И ничего в этом телефоне такого нет. Семейные фотки Мила с мамой, с отцом, с подругой. И нафига нам вся эта идиллия? Стоп. А вот это уже интересно. Что интересно? Света с каким-то мужиком на балконе голые. Она ж свободная, а не замужняя. А может, мужчина женат, а это компромант на него? А может, как в том анекдоте, когда их жена застукала, им пришлось голыми на балконе прятаться? А Мила как-то умудрилась их сфотографировать. У меня слуховые галлюцинации. Да, я в самом шоке. В кои-то веки наши дамы единодушны. А пробейка этого гражданина по системе распознавания лиц. Есть. Некий Кирилл Лавров работает массажистом в салоне. Он, кстати, женат. А дай-ка мне его телефончик. Я его на допрос вызываю. Погоди. Ты же сама говорила, что лучше в естественной среде. Я попробую? Ну, валяй. Только мне нужна будет помощь Олега. Кто бы сомневался. Найди мне, пожалуйста, телефон этого массажного салона. Жарко тут. Я вас не смущаю? Нет, что вы. Мне все нравится. Какие у вас сильные руки. Мне все клиенты так говорят. Особенно клиентки. Да. Мне подруга, которая вас рекомендовала, сказала, что вы спасли ее от боли в спине. Я к ней ездил на дом? Нет. Она к вам ходила на сеансы, а мне было лень тащиться. Но сейчас у меня отдых, расслабуха, муж в командировке. Господи, это муж. Вернулся раньше с командировки, чтобы меня проверить. Он у меня такой ревнивый. Фух, это ты. Не помешал? Не муж? Нет. Коллега. Наверное, не просто коллега. Раз у него ключи от дома есть. А я просто массажист. Вот. Телефон салона. Можете позвонить и убедиться, что меня первый раз вызвали на этот адрес. Специально в кармане визитки носят, чтобы раздавать рогатым мужьям? Ну, типа того. И часто ты так попадаешь? Ну, было пару раз. Расскажешь? В общем, кувыркались мы как-то с одной кисулей в постели у нее. А ей на съемную хату богатый папик бабло отваливает. Ну и вот. В самый ответственный момент он заявляется неожиданно. Мы чуть не спалились. Забавно. Это тебе забавно. А он дверь автоматически запер. Ну, видимо, подумал, что пассию свою не застал и ушел. Мы так голые на балконе и зависли. Чуть дубу не дали от холода. И как вы выбрались? Вызывали МЧС. Да ты что? Чтоб над нами весь подъезд угорал. Хорошо, она телефон на балкон взяла, подруге позвонила, а у той ключи запасные были. Ладно, давай знакомиться по-настоящему. А майор Николеев? Ты скажи, ты этого папика видел? Это что, разводка была? Типа, новые методы у ментов? У полиции. Ты говори, а то я же могу твоей женушке-то все рассказать. Ну да, видел папика через шторку. А писать сможешь? Он высокий, седой, с брюшком. Он? Да. Понятно. Папик Света и отец Милани. Игорь Крутов. Понимаете, роман со Светой начался до смерти жены. Это не просто многие годы жизнь сердечницей. Вечные жалобы, лекарства, больницы. Получается, вы скрывали свои отношения со Светой от дочери? Естественно. Но потом жена умерла. Прошло три месяца после похорон. Я решил признаться Милочке. Конечно, я хотел сказать, что со Светой мы сошлись после смерти ее мамы. Я надеялся, что дочь одобрит мой выбор. Все-таки Света ее лучшая подруга. Видимо, зря надеялись. Куда же вы так торопитесь, Светлана? Я? У меня отпуск. Я опаздываю на самолет в Кисловодск. Могу вам билетик показать? Увы, поездку придется отложить лет на десять. Что, не сработал с Женин трюк с шарфиком? Не поет наша убийца, как Борис Годунов, не признается в убийстве Церовича. Светлана, мы все знаем. Про вашего любовника-массажиста и про балкон и про Милу. Я вообще не понимаю, о чем речь. Ознакомьтесь, пожалуйста, с результатами экспертизы. На квитанции, которую вы принесли в мастерскую, наши криминалисты обнаружили микроследы крови Милы Кротовой. Эта квитанция была у нее в сумочке, а сумочка промокла от крови. А квитанцию вы могли взять только в сумочке Кротовой после ее убийства. На основании результатов данной экспертизы получено постановление на осмотр вашей квартиры. В микротрещинах подошв ваших сапог обнаружены следы крови Милы Кротовой. Он мне предложение сделал. Понимаете? Кротов. Я вообще этого не ожидала. Но тогда я и поняла. Не видать мне светлого будущего с богатым мужем, как моих ушей. Из-за Милы? Да. Меня достало считать копейки и не иметь возможности себе что-то позволить. А Мила? Она не допустила бы свадьбы. Зачем ей делить со мной папочки на наследство? К тому же в руках у Милы оказался железный аргумент. Фотографии. Доказательство вашей неверности Кротову. И тут вы решаете во что бы то ни стало исполнить свою мечту о богатой жизни. Ради этого убив подругу. Верно? Да. Я знала, что Мила в тот вечер будет в конторе у Лунского. А оттуда она всегда ходила через пустырь. Заказывала такси на стихийной парковке у ночного клуба, чтобы лишний раз не светиться у адвокатской конторы. Свет! Привет. Ты что здесь делаешь? Тебя жду. Что-то случилось? Ага. Я замуж выхожу. Класс. А почему сообщать об этом надо было мне здесь? Ты что, за меня не рада? Очень рада. Пойдем закатимся, в клуб отметим. Я угощаю. Спасибо. Что вам еще от меня надо? Я вам все рассказала. Ну и все. Вы убили не только Милу Кротову, а еще и Елену Чебакову. Расскажете? Хорошо, тогда расскажу я. Наш главный криминалист Шишкин обнаружил в стыках звеньев золотого браслета ваших часов микрочастицы наркотиков и витаминов. Вы, конечно, умница. Наполняли капсулы наркотиками в перчатках. Но порошок, знаете ли, штука летучая. Мила слишком доверяла своей подруге и рассказала о своей тайной работе. Спасибо. Как Светлана знала о Елене Чебаковой, она использовала ситуацию, чтобы пустить нас по ложному следу, свалить убийство Милы на мужа Чебаковой. Типа он заказал жену и убрал киллера. Сначала мы так и подумали. И ни в сторону отца, и ни Светы, и не было подозрений. Мила сама делала людям гадостей, но не ожидала удара в спину от лучшей подруги. Вы все молодцы. Поздравляю. А можно я сегодня пораньше убегу? Я обещала детям свозить их в аквапарк. Можно. Я пойду отчет писать. Давай. А ты останешься. Ну что, все еще хочешь уйти из отдела? Что-то у нас с Аллой опять не клеится, так что похоже, что нет. Знаешь, что я скажу тебе, Олежка? Баб на свете? О! Поверь старому козлу. А вот хорошего напарника найти сложно. Хорошего напарника он на вес золота. Вот и подумай об этом на досуге. Угу. Подумаю. Дети сидим в машине. Алло. Олег, это я. Прости, пожалуйста, что снова гружу тебя своими проблемами. Мы с детьми поехали в аквапарк. У Коли поднялась температура, пришлось вернуться. Похоже, в моем доме кто-то есть. Виктория Беляева, следственный комитет. Убийство по неосторожности в ходе любовных утех. Партнер же перестарался. Это не по неосторожности. Это преднамеренное убийство. А у нас все интереснее и интереснее. Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматриваете? Не нравится мне это все. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену. Я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая. Много вы не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно иметь. За что? За измену. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова